здравствуйте эта программа открытый диалог сегодня у нас поэтическая программа потому что у нас в гостях человек который не только пишет стихи но еще и переводит стихи что даже пишет музыку в общем творческая личность в которой соединилось очень много это поэтесса причем поэтесса еще и переводчик это композитор член клуба люберецких городских поэтов старый кот член международного союза писателей и обладатель именной медали имени расула гамзатова я так понимаю это еще не все и ираида саяпина студии открытого диалога ираида здравствуйте здравствуйте вот я так понимаю что мы совсем недавно отмечали столетия расула гамзатова и это совсем свежеиспеченная до медаль да это был конкурс какой-то фестиваль что это да это медаль мне вручили по итогам международного конкурса поэзии и поэтических переводов при поддержке президентских грантов организованного в ростовской области не клиновском районе я в нем участвую не первый год это третье это третье мое участие да я все время ежегодно планирую поездку на финал с полной уверенностью что я сюда выйду вот но это была шутка конечно все время так и было но все время так и было да я трижды участвую трижды выхожу финал поддержка президентских грантов оплачивает проживание там в течение недели там идет финал слушания конкурсные приезжают только финалисты конкурс проводится в несколько этапов конкурс называется поэзии поэтических переводов потому что первый этап состоит из авторской поэзии если конкурсантов отбирают они проходят на второй этап и считают да и считают что их стихи достойные то им даются поэтические переводы далее с других языков языки могут быть совершенно вы выбираете да который нет 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 совершенно дают это какая-то просто видимо там речь идет о что перевод просто вот технический переводами не дается принцип дается до разные языки в любом случае к переводу дается какой-то просто подстрочник но это совсем упрощенный вариант вы должны спасать естественно это упрощенный вариант это в основном переводы в гугле потому что сейчас языки там разные конкурс международного уровня в этом году был и французский язык не английский язык в прошлом году был английский язык в том числе есть да если вы не владеете языком у вас подсрочник если владеете то вы можете да 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 какие-то языки малых народов какие-то языки наших содружественных стран то есть совершенно и кавказский и что же вам не в этом году я при переводила с французского языка из белорусского но с белорусского попроще яду конечно практически подлине плюс ко всему в переводах что самое ценное это соблюсти еще ритм и ритм автора и не добавить никаких образов в принципе от себя поэтому изменить очень долго много времени уходит на изучение какой-то традиционной культуры народа которого переводишь потому что все таки у каждой народности есть свои образы есть свой какой-то фольклор и вот родители естественно и иногда не совсем понятно в подстрочнике то есть я в прошлом году имела возможность работать с текстами гэри луза это национальный поэт шотландии сейчас данный момент он живой это тоже современник в шотландии его поэзии списаны скверы парки то есть его считают достаточно до интересным вот и там были именно шотландские образы мне с английским работать легко потому что я когда-то училась на факультете иностранных языков на я я переводчик с английского но правда это образование у меня не окончено и выше но в любом теме мне дало конечно хороший фундамент с французского было сложнее то есть приходилось вникать брать какие-то словари то есть ну так но в любом случае шотландские образы гэри луза они тоже требовали какого-то осмысления раскрытия то есть очень интересно и ну трудно же наверно современнику показать его стихи скажем на русском языке он же не поймет как перевели как можно оценить качество перевода кто оценивает оценивают жюри отцы оценивают член высшего творческого совета союза писателей россии составе комиссии генеральный директор союза писателей россии василий владимирович дворцов его супруга светлана макарова гриценко огромное количество коллектив который очень таких почетных людей да к сожалению вот недавно произошла трагич пришла трагическая весть оттуда организатор именно который считается отцом берегов дружбы леонид веревит север он к сожалению ушел царство ему небесное вот это буквально случилось совсем недавно очень скорбим этот конкурс начинался именно с него вообще и он к нему вызвал интерес и этот конкурс всегда он был все ходят да да он был сердцем он был сердцем не клиновского района я бы сказала он на нем писал это выдающийся просто был человек ну вот у нас сегодня в программе все-таки присутствует поэтесса да тот случай когда говорит то мы можем много долго мы можем никуда без стихов вот у нас будет четыре произведения и вот с чего мы начнем сегодня начнем с философии давайте тем более что поэту переводчику и еще наверно философия это и помогает жить но больше люблю писать стихи о любви на философия имеет место на философии это волюзу философия это тоже да что философия ты если бы ну вы права знал кто познал философию тут познал и да и действительно наверное творческие люди всегда говорю они умеют любить по-настоящему искренне самоотверженно и покажем как это делается с помощью поэзии итак первое стихотворение который называется не проблема не проблема если что не вышло хуже если вышла чепуха снова клином журавли над крышей апогей осеннего штриха каждый день по золоту шагаем бедность не отсутствие монет нищета вокруг не видеть рая думать что его без денег нет то не грусть когда уходят годы в окружении любящих людей хуже если ты живешь в угоду тех что не приучены жалеть в паспорте печать порой пустое не гарант заботы и любви меньше повезло не холостому а тому кто душенькой кривит осень как всегда транжирит воду чувство важный фактор для людей не беда замерзнуть в непогоду страшно не согреться в ясный день такое вот вроде как чуть-чуть о погоде а на самом деле глубоко как глубоко вот до осень конечно воду транжирит а человек наверное транжирит свои чувства а может быть так никогда и не может их познать у нас будет еще одно философское до стихотворение в конце этой первой части да вот ну а сейчас коль мы коснулись в поэзии уже собственной одно дело переводить сложно но все-таки какой-то там смысл человек же пытался вкладывать а тут уже ваши смысл ну и как появилась поэтесса так кто вдруг заставил рифмы складывать не знаю строчки не знаю я всегда говорю что я с этим пришла я не знаю как пишут другие поэты но я с этим пришла в этом году как я научилась писать физически понеслось я первое стихотворение свое написала причем это стихотворение совершенно не по возрасту семилетнему ребенку там были от образы такого рода крылатые дни улетают а с ними юность моя начало стихотворения однажды весенний порой я вспомню какой я была но может быть наверно было русской литературы тогда какой-то ребёнок который только научился писать игрался во дворе дома просто в машине тогда получаются вы сейчас должны рассказать что вашей рукой кто-то движет или что я не это необъяснимо нет ну понятное дело что конечно словарный запас то мой мысли мои но мне до сих пор не понять механизм и вообще что меня побудило в принципе написать тогда это стихотворение я не смогу вам ответить и тогда мне не поверили в то что это написал я нашла где-то нашла но тогда она авторские права на их уникальность не было возможности проверить это сейчас в бил там например первые строчки если это кто-то написал то это сразу выживаться но вы сохранили то это стихотворение она у меня в памяти потому что я тогда не сохраняла поэзию очень много там очень много было терней пока я ну пока я свободно то есть сохранилось что-то такое что в общем то может быть сегодня превращаются стихи из того прошла сохранилась сохранилась именно нет те те стихотворения наверное все равно закрытая забытая история я пыталась писать сперри периодически то есть у меня было несколько этапов таких всплесков но жизнь и я сначала написала мне тогда не поверили я на какое-то время замолкла потом где-то классу к шестому к седьмому начались встречи с ветеранами у меня и бабушка тоже была ветеран участник войны для меня эта тема очень трогательная бабушка была для меня очень родным человеком она меня растила фактически то есть я проникалась этой темой войны и к приходу ветеранов обычно я писала стихи в школе это воспринимали одноклассники вплоть до бунта то есть казалось что я как-то пытаюсь выделиться этим из общества люди вокруг окружающие не всегда понимают что человек может с этим прийти и он просто не может по-другому не было цели совершенно начинали привлекать учителя к каким-то стен газетам еще к чему-то потом пошли этапом подростковости влюбленности какой-то там сам да сам бог велел и но просто это либо высмеивали потому что ну не могли ну я сейчас это понимаю то есть вот я делилась с людьми которые просто не могли не понимали это и они говорили да зачем ты это пишешь да для чего тебе это надо вот это вас не останавливал это совершенно совершенно нет а другой вопрос еще такой может быть его реже задают а зачем стихи ну если они для вас это одна история то есть это как бы ваше формирует ваше внутреннее состояние и вы не можете без этого но вы же их читаете в их расчете на то что кто-то их прочтет к не захочет то есть какая-то должна быть сопричастность с вами поэтому зачем в основном для людей для того чтобы приумножать добро в этом мире у меня стихи все написаны тематику добра ну то есть в них идет и и и заложена основа любви какой-то какие-то переживания вечном как какие-то в первом стихотворение там такая даже вот какая-то обида звучит такая что вот каждый может прочесть по-своему этот фрагментик там по поводу либо холостой либо такой тогда но это я так это рассуждение конечно это это в любом случае нормально это для того чтобы немножко люди подумали о чем-то хорошем либо пытались из даже своей не очень иногда хорошей жизни найти что-то хорошее пытаться выйти наоборот найдя какую-то грустную историю да кто-то тоже ее проживет в этом стихотворении потом может быть дальше найдет именно какой-то лучик выхода вы выход да ну что не он один не одинок в этом то есть опять же мы говорим что поэзия такая философия жизни выражена с помощью рифмы с рифмы строчек у нас есть еще одно стихотворение для как для концовки первой части что это как раз стихотворение о том что много очень было тернии и даже уже в более взрослом возрасте всякие испытания нас делают сильнее вот об этом философия следующего стихотворения спасибо тем кто научил не выйти от боли и предательств не верить не искать мерил лавине тяжких обстоятельств не падать даже в ураган не унывать срывая маски очередной судьбы капкан не называть своим фиаско спасибо тем кто мимо шел без долгих ложных остановок кто мне другую предпочел процессе жалких жеребьевок прошу не возвращайтесь впредь мои всегда со мной рядом не вспоминать не сожалеть не мнение вам уже не надо сойдемся с вами у черты где я скажу давно простила в потоке вашей черноты моя божественная сила ираида саяпина сейчас делал небольшую паузу и во второй части у нас тоже будет два стихотворения но уже на любовную тему на любовном а это так интересно напомню что эта программа открытый диалог поэтическая программа льются строчки льются рифмы потому что в гостях у нас поэтесса композитор член клуба люберецких городских поэтов старый ход к тому же еще и поэт переводчик член международного союза писателей обладатель именной медали свежим именной медали имени расула гамзатова ираида саяпина вот мы говорили о философии философии в общем-то как стихотворного такого подхода и философия стихов и стихи философии а сейчас чуть нам захотелось о любви поговорить потому что в общем то ираида чушь там греха таить люди в основном стихи то с любовью связывают потому что песни на что пишутся на стихи стихи читаются причем любовь как правило редко когда вау всегда какая-то грустинка там присутствует очень люблю писать стихи и именно на тематику любви с грустинкой на тематику ожиданий каких-то всегда говорю о том что все-таки имеет место в мире быть настоящая любовь она же такая раздирающая замечательно лучше это завище за это замечательно но в этом мы настоящие если кто-то умеет это ценить то это как бы залог счастья при любых раскладах но давайте мы послушаем первую он выбранную лирику вот вы представляете если бы люди не ждали и не любили то было бы хорошо не нервничали вы даже вот даже войны бы не побеждались потому что они всегда побеждаются во имя и для но и начинаются из за но и начинается и из-за ну так человеку такого жизнь давайте луч части называется стихотворение ночь обнимет меня в тишине звездной россыпью по подушке шелестят сентябрем в окне кроны клеонов как погремушки замяукал котенком гром дождь закапал на землю слепо мы не с первым уже сентябрем разделяем краюшку неба как не с первым уже дождем говорим о глубокой грусти засыпается ближе к трем как растелится пледом усталь говорю о тебе в тиши собирая на память образ ты когда-нибудь мне пиши даже если собьется компас даже если наврут года что так долго не ждут любимых я дождю скажу ерунда ждут и преданно и ранимо помнит слезы и боль вода ты когда-нибудь в дождь промокнув мне напишешь и сквозь года просочится луч части в окна я представляю как сейчас слезы потекли у всех причем текут слезы и у тех кто чувствовал и потерял любовь тогда и у тех кто ждет любви сочувства так и у всех кто любит да ну кстати тех кто любит и которых все хорошо с любовью как правило меньше чем те кто от нее страдает вот скажите а поэзия она же тем более вы еще не человек который как у есть у автора одного известного я должен слышать музыку стихов то есть у вас еще стихи вдруг навеяли вы стали композитором как это в музыкальную школу до кончу а то есть это не просто так я заканчивала музыкальную школу по классу фортепиано да и я логично взяла свои же стихи свои села и начала музыку зачем даже не так бывает и так а вообще в основном какие-то именно песен и стихи они рождаются отдельно то есть другим образом я сначала слышу музыку и на них уже ложатся строки как бы я сначала в голове сама конъюнктура получается я сначала слышу музыку в голове да и на нее уже ложится текст и я просто тогда можно сказать что вы еще и поэт песенник до инструменту подхожу к инструменту и просто подбираю на фортепиано голосовой мелодии к сожалению ее музыкальной школе да просят меня мои преподаватели прогуливала композиторство частенько поэтому левой руки то мне как раз не хватает сочинительстве но голосовой партии достаточно в принципе чтобы сделать хорошие наработки и после уже их отаранжировать вот чем я и планирую заняться в ближайшем будущем наработок куча здесь недавно у нас проходил концерт в люберцах на шоссейные восемь как раз в клубе поэтов старый кот концерт был в мою честь как раз посвящен победе за медаль конкурсе но там не за медаль я лауреат второй степени стала в этом году лауреатом второй степени а вот и там мы пели одну из моих песен вместе с вы решили оттолкнувшись от поэзии до потихонечку можно развить еще и другое направление пение конечно это вызвано тем что я же должен задать провокационного это вызвано тем что как-то стихи все-таки не так хорошо заходят вы сами об этом сегодня говорили иногда приходится доказывать да что и так далее для вас то все давно уже ясно а песни проще заходят потому что раз два три минуты четыре минуты хороший текст правильный текст уже опытного профессионального человека это совсем другой жанр и попроще будет но я бы не сказала сейчас стихи мои заходят в принципе и на страницах я говорю после того как даже пал инстаграм в данный момент я завела до организация запрещена в нашей стране вот я завела века люди туда идут уже более четырех тысяч подписчиков я думаю что они будут приходить в моем авторском кабинете на стихи ру более 12 тысяч подписчиков ну то есть как бы люди читают на самом деле это я говорила про то что стояло у истоков когда я еще не участвовал в международных конкурсах когда я только начну я я абсолютно вас понимаю мало то есть не да ну песни как ни крути они проще заходят и быстрее да ну в принципе у меня все стихи классическим форматом написано 46 к тренам я в них умещаю всю суть я там не растягиваю на поэму потому что это тяжело тяжело нужно беречь время читателя слушателя и вкладывать именно укладываться и вкладывать самые важные аспекты в чем более сжатый текст и чем более больше там конкретики тем более цен ценность стихотворения вот здесь песни почему ну во первых если я их слышу и они пишутся я также не могу почему вы и нет да во вторых сама люблю очень но действительно люблю песни и хочу развиваться в этом направлении вот желание развиваться в этом направлении рождают но рождают рождают и песни какие вот в каком они амплуа потому что песню что же можно по разным различные у меня есть и романсовая тематика я почему-то я сняву и сейчас я более стала писать не только романсового но еще и какую-то такую поп формата может даже такого смешанного и ищу ров джаз да да еще такой вопрос прежде чем мы обязательно прозвучит еще одна любовная финальная наша скажем так мини-поэма как вы говорите что вы не пишете больших текстов а вот сейчас есть такое понятие чтение стихов когда ваши стихи например может прочесть кто-то другой очень много часто вот как вы к этому относитесь отлично отношусь бывает даже не спрашивают если мое имя фамилию вбить поисковике где-то где-нибудь в яндексе обязательно вылезают всяческие различные видео как люди отмечают до меня есть люди незнакомые есть читают мои друзья то есть а это вот что поэту дает я сейчас не про финансовую сторону потому что понятно что конечно было было неплохо если бы были авторские моменты но чисто вот с когда кто-то взял свой стихотворение то он же фактически оценил тебя уже потому что плохое брать если есть хорошие конечно конечно то есть приятное ощущение приятное ощущение по и ладу правильно не пойду свой подход стиль отличный конечно стиль отличный от авторского но неплохо ну достаточно если взять конечно профессиональных чецов вот моя подруга например наталья влади когда читает там наш сердце замирает я даже не знаю я прочту ли нет она сто процентов чувствуют строки которые читают да у некоторых чуть похуже получается есть читают именно чтецы которые уже неоднократно неоднократно они сами не пишут но этим постоянно занимаются читали смысловые до связки находят и интонация голос естественно техника на которой записываешь ну понятно я сама тоже записываю прочтение я создаю клипы на свою поэзию у меня в моих блогах моем телеграм-канале можно посмотреть ищите ищите ираида саяпина которая сейчас приступает к прочтению произведения которые как называется есть название ты ты о ты мое первое имя в записке богу почерк неровный лег ибо в нем тревога слышу тебя во сна в городском дыхании вновь чем чемодан вокзал и воспоминания где и какие дороги к тебе не в блоке ангелом быть земным никакой мороки я дуновением ветра тебя укрою тихо слова любви прошуршат листвою слышишь как за окном вновь запели птицы эхом тебе привет из моей столицы эхом к тебе летит мой огонь нежность это все то что в миру мою душу держит я измеряю шагами биение судеб гидромедцентр не скажет что дальше будет знаешь а расстояние слабо лечат мне бы в рулетку выиграть рядом вечность мне бы на кон поставить что раньше было крикнув крупье ва-банк и добавив милый я не боюсь ни шторма ником ником не пада лишь бы любовь сберечь как небес награду по-своему естественно прочту не так как нужно второе что стихотворение конечно нужно готовить но попробуем позволь мне господи прошу ее любить хотя быть может это невозможно пусть даже другом только брядом быть любить украдкой очень осторожно я не нарушу никогда ее уклад если она того не пожелает если ее жизни будет лад она о чувствах даже не узнает порой я вижу грусть в ее глазах за смехом спрятавшись тоскует ее сердце тот взгляд теперь мне снится снится даже в снах и от него мне никуда не деться позволь мне господи ее оберегать пусть даже жизни будут параллельно ты же ведь дал зачем-то ее знать и мне послал зачем-то быть подстреленным пока не знаю как и для чего но ты позволь тайком дышать мне ею ведь без нее нет сердца моего но потревожить я ее не смею напомню что у нас в гостях Ираида Саяпина прозаик поэт-переводчик композитор которая начала писать песни член международного союза писателей обладатель именной медали имени Расула Гамзатова которая продолжает работу над собой и все время побеждает в конкурсах на в прошлом году я стала гранд-призером международного конкурса тоже поэзии и поэтических переводов только организован этот конкурс был со стороны Беларуси и назывался сожские берега дружба вот так вот ну что ж пожелаем вам успехов чтобы как-то все в поэзии ваше процветало это была программа открытый диалог с вами был Николай Пименко всего доброго до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова